Добрый день. Если мы говорим про применение молекулярной диагностики в онкологии, то есть несколько направлений, несколько аспектов, где анализ ДНК, РНК может оказаться очень полезным. Ну, все-таки самая известная область применения ДНК-тестов, конечно, диагностика наследственных опухолевых синдромов. Дело в том, что целый ряд онкологических заболеваний возникают из-за того, что у человека унаследована мутация, у него имеется генетический дефект, который значительно увеличивает риск того или иного вида рака. И в данном случае подобная диагностика является основой для правильного лечения подобного пациента, а также для консультирования его ближайших родственников. Наиболее известная практикующим онкологам область молекулярной диагностики – это выбор препаратов на основе результатов молекулярного тестирования. Ну, что еще существенно? В некоторых случаях молекулярная диагностика позволяет определить прогноз заболевания, насколько агрессивный характер течения у той или иной виды опухоли. В зависимости от этого могут существенно модифицироваться схемы лечения. Ну, например, амплификация гена НМИК при нейробластоме, в зависимости от того, есть она или нет, используются разные схемы терапии подобных пациентов. Дифференциальная диагностика. Дифференциальная диагностика, с одной стороны, рак или не рак, ну, например, клональность при лимфомах. Это воспалительные инфильтраты или это действительно опухоль, которая возникает из одного единственного предшественника лимфоцита. Ну и, наконец, дифференциальная диагностика между различными опухолями, то есть органная гистологическая принадлежность опухолей. Ну и так или иначе, это то, что называется жидкостной биопсией. Мы говорим о детекции самих опухолевых клеток или их фрагментах в различных средах организма. Это может быть также и диагностика в нормальных тканях. В данном случае речь идет об использовании подобных тестов, с одной стороны, для выявления рака, а с другой стороны, и для описания характеристик опухоли. Что существенно понимать? На самом-то деле, когда мы говорим о проблемах, это перечислены клинические ситуации, но при этом, когда мы говорим об источнике для анализа, а это могут быть сама опухоль, в частности, молекулы ДНК, РНК, извлеченные непосредственно из опухолевых клеток, то есть биопсийный материал, хирургический материал. Это может быть нормальная ДНК. ДНК, как правило, на практике выделяют из лимфоцитов. И плазма – это бесклеточный компонент крови. Так вот, удивительно, но посмотрите, практически для всех ситуаций нам, возможно, понадобится тестирование нескольких разновидностей материала. Ну, например, наследственно-опухолевые синдромы. Понятно, что окончательный диагноз ставится по анализу ДНК. ДНК нормальный – это та, которая унаследована от родителей. Но на сегодняшний день единственным способом организовать подобную диагностику для ряда опухолей является определенный прескрининг. Ну, например, если у молодого человека рак толстой кишки или у женщины рак эндометрия сначала делается тест на микросателитную нестабильность и только потом тест на выявление наследственных мутаций. Так называемый трижды негативный рак молочной железы является основанием для выполнения теста на БРК-1. Мы оцениваем характеристики опухоли для того, чтобы выбрать терапию. Казалось бы, нам опухоли достаточно? Нет. Во многих рядах, во многих ситуациях именно анализ наследственных мутаций является основанием для назначения терапии. Потому что именно наследственные мутации определяют характеристики опухоли. Ну, в качестве примера. Например, именно присутствие у наследованной мутации БРК-1 является основанием для назначения парп-ингибиторов при раке молочной железы. С другой стороны, конечно, есть и более привычные мишени, которые непосредственно в опухолевой ткани, которые не имеют отношения к ДНК. Ну, и GFR-мутация, ЛК-мутация при раке легкого. Дифференциальная диагностика. На сегодняшний день ключевую роль здесь играют морфологи, конечно. Но все чаще и чаще в этот процесс внедряются молекулярные биологи. Ну, например, если мы говорим о диагностике сарком, дифференциальной диагностике сарком, то для целой группы опухолей описаны специфические транслокации, которые являются и являются окончательным вердиктом постановки диагноза. Жидкостная биопсия. Казалось бы, нам достаточно и только плазму иметь для того, чтобы поставить диагноз. Нет, далеко не всегда. Очень часто, когда мы говорим про мониторинг заболевания, нам надо знать статус первичной опухоли. Например, если в первичной опухоли присутствует мутация в геника и раз, эту же мутацию мы будем анализировать в плазме. Таким образом, на самом-то деле, все-таки даже такие нюансы, как выбор объекта для генетического исследования субстрата, ну, в общем-то, согласитесь, дело достаточно комплексное. Здесь надо понимать ситуацию. Наследственные раковые синдромы. Их известно всего несколько десятков. Казалось бы, не так много. Но проблема осложняется в том, что для большинства заболеваний есть феномен так называемых фенокопий, когда мутации в самых разных генах могут приводить к одному и тому же результату. Ну, как, например, в случае с наследственным раком молочной железы. Именно поэтому сегодня для диагностики наследственных раков практикуется мультигенный анализ, когда все гены наследственного рака, они собираются в единый тест, основанный на использовании секвенирования нового поколения. Так получается эффективнее. В отношении БРК сфекированных опухолей одна из главных неожиданностей, которая случилась на пути развития этой науки. Оказалось, что наследственные опухоли у насительниц БРК-1,2 мутаций, они возникают не только из-за того, что мутации эти присутствуют во всех клетках организма, но оказалось, что у этих опухолей абсолютно уникальный механизм развития, который обеспечивает уникальный спектр лекарственной чувствительности. Посмотрите, вот эта клетка Анжелины Джоли, она, к сожалению, унаследовала мутацию в гене БРК-1 от своей матери. Но она абсолютно здоровый человек. Опухоль возникает тогда, когда в одной из клеток органа мишени, это может быть молочная железа, яичники, в результате оставшейся мутации инотивируется оставшаяся копия гена БРК. Получается, что в нормальных клетках функция гена БРК сохранена, а в опухоли ее нет. Именно это обеспечивает уникальную чувствительность наследственных опухолей яичника и молочной железы к производным платины. Самое интересное, есть наследственные опухоли, которые чувствительны к препаратам платины, но есть их на копии похожие, так называемые БРК-подобные опухоли, которые не являются наследственными и у которых тоже очень высокая чувствительность к препаратам платины. Такие опухоли наблюдаются, например, среди пациенток с раком яичника, среди случаев рака молочной железы. Как выявлять такие опухоли? Одно из главных событий года, в этом году нам удалось разработать тест, который позволяет выявлять подобные категории опухолей по универсальному признаку хромосонная нестабильность. Этот тест, который основан на применении и тренировании нового поколения, он позволяет выявить именно те опухоли, у которых на уровне клеток отсутствует функция гена БРК или функция похожих по своей функции генов. В результате подобный тест, он в данном случае клинически валютирован, он позволяет выявить, какие опухоли ответят на производные платины, на метамицин, на пароконгибиторы, а какие будут резистентными. Именно разница по этому статусу объясняет, почему разные опухоли яичника демонстрируют разную степень чувствительности платино-содержащей терапии. Молекулярные тесты для выбора терапии, прежде всего для выбора таргетной терапии. Самая излюбленная тема для онкологов, здесь много новых препаратов, которые поддерживаются фармацевтическими компаниями. Обратите внимание, количество мишеней, количество тестов не так уж велико, это не бесконечные дебри молекулярных мишеней. Более того, есть индивидуальные тесты, когда мы анализируем единичную мишень и, соответственно, делаем вывод, имеет смысл назначать те или иные препараты, например, ингибиторы рецептора эпидермального фактора роста или ингибиторы ЛК. Есть собирательные тесты, например, HRD-тест, про который я только что рассказывал. Это собирательный тест для диагностики чувствительности к плотину, парк ингибитору, микросателитная нестабильность, иммунотерапия, совокупная мутационная нагрузка, сколько всего в опухоле мутаций, тоже маркер чувствительности к иммунотерапии. Более того, если попытаться этот слайд представить с точки зрения практических врача, при каких опухолях следует назначать какие тесты, согласитесь, картинка становится еще проще. Ну, посмотрите, это графическое изображение всех этих мишеней. Выясняется, что не все тут так просто, как хотелось бы. Ну, во-первых, для целого ряда молекул характерны разные механизмы активации. Это и точковые мутации, и генные перестройки, и амплификация увеличения числа копийности. Соответственно, полноценная молекулярная диагностика требует использования большого количества разных диагностических платформ. Более того, бывают мишени более или менее универсальные, ну, например, не столь важно, в какой разновидности опухоли вы обнаружили транслокацию АЛК, ответ, как правило, на АЛК ингибиторы будет. А вот если, допустим, брать мутации в гене IDH1, то они не являются агностическими маркерами. При остром миелодном лейкозе с IDH1 мутациями есть эффект от ингибиторов IDH, а при опухолях мозга, где, казалось бы, те же мутации, подобного эффекта нет. На сегодняшний день, несомненно, когда мы говорим реальную практическую онкологию, колоссальную роль играют фармацевтические компании и колоссальную роль играют вновь разработанные лекарства. Соответственно, если мы говорим о молекулярных тестах для относительно новых препаратов, ингибиторы АЛК, РОС, ИГФР, МЕТ и так далее, здесь много исследований этим занимаются. А вот если мы говорим про обычные цитостатические препараты, то здесь фактически прекратились исследования, так или иначе связанные с попыткой выбрать, какому пациенту будет один цитостатический препарат, а какому другой. А ведь тут тоже есть определенные подходы. Ну, например, для метамицина, для препаратов платины нужно делать анализ БРК-мутаций или аналогичных тестов, про которые я рассказывал. Назначение производных нитрозом очевидны, оно оправдано в том случае, когда нет экспрессии гена МГМТ. Подобная низкая экспрессия характерна для меланом, для глиобластома, именно поэтому там усредненные эти препараты эффективны. Есть экспериментальные маркеры для гемцитабина, есть экспериментальные маркеры для токсанов, есть экспериментальные маркеры для пиметриксэда, для андроциклинов. К сожалению, они мало используются, потому что никто не стал заниматься их валидацией. Это привычные препараты и потеряло интерес онкологическое сообщество к ним. А ведь это основные назначаемые препараты. Жидкостная биопсия. Тест, с которым связано очень много заблуждений. Каждый день мне несколько звонков, когда нужно обследовать опухоль, а по крови нельзя что-нибудь сделать. На самом-то деле, действительно, некоторые опухоли выделяют собственное ДНК, мутированное ДНК в кровь. Но проблема заключается, что эти тесты делаются на пределе чувствительности. И поэтому получается, что отрицательные результаты или даже пограничный положительный результат не очень достоверны. Посмотрите, это наше собственное исследование. Мы брали серийные образцы от одних и тех же пациентов, 7-8 образцов в течение достаточно короткого промежутка времени. Что существенно, что когда низкий размер опухоли, маленький размер опухоли, низкая концентрация ДНК, то я рекомендую делать повторные жидкостные биопсии, несколько раз делать заборы, несколько раз направлять препарат, вот эту плазму на тестирование. Это позволяет лучше разобраться в ситуации. Еще один интересный вывод. Вы имеете шансы получить что-то достоверное жидкостной биопсии, когда опухоль находится на этапе роста. Либо это первичный диагноз, либо это рецидив после операции, либо это неудача лекарственного лечения. Вот тогда у таких пациентов примерно в 70% случаев есть циркулирующая ДНК в плазме. А вот если химиотерапия проходит успешно, никаких шансов, крайне низкие шансы, что вы увидите циркулирующую ДНК. Ну и, наконец, заключительные несколько слайдов. В 2019 году Министерство здравоохранения, наш учредитель выступил с очень правильной инициативой, учитывая огромное разнообразие молекулярно-генетических, морфологических тестов, предоставить такую функцию научно-исследовательским институтам, национально-медицинским исследовательским центрам, чтобы они предоставляли услуги по морфологической диагностике, по молекулярной диагностике, телемедицинские консультации всем другим лечебным учреждениям. Что существенно, что именно подобная схема позволяет полностью обеспечить пациентов всеми необходимыми тестами. Но посмотрите, если к вам попал пациент с раком легкого, вы обязаны сделать полное тестирование. Туда входят мутации GFR, транслокация ЛК, транслокация РОС, мутации БИРАФ, мутации МЕД, транслокация РЕД, транслокация НТРК и активация ХЕР-2. Помимо этого, идут клинические испытания ингибиторов КАИРАС. Ну, согласитесь, в рамках обычной лаборатории полное исследование полноценное, оно затруднительно, а ведь большая часть этих позиций на сегодняшний день входит в стандарты, в клинические рекомендации. Соответственно, именно для того, чтобы каждый пациент имел доступ к полноценному тестированию, созданы системы референс-центров. Более того, для каждой позиции есть лекарственные препараты, которые крайне эффективны, а ЛК-ингибиторы позволяют на 7 лет в среднем продлить жизнь онкологическому больному с метастатическим раком. А где-то препараты есть вообще пока бесплатные, они либо в расширенном доступе, или в рамках клинических испытаний. У нас уже 2 года работает железное правило, что неважно, как к нам попал препарат рака легкого, мы сразу делаем полное тестирование. И если оно сделано полностью, примерно 50% пациентов получают знания, врачи получают знания о мишени, здесь можно назначить эффективную терапию. Похожая ситуация с раком толстой кишки. С одной стороны, здесь крайне необходимо делать полный исчерпывающий анализ мутаций Евгения РАС, если вы правильно делаете тестирование. У вас 60% пациентов имеют мутации в генах РАС. Это крайне важно, потому что если вы сделали неполный тест в условиях локальной лаборатории или в условиях плохой лаборатории, то если пациент получает у вас препараты анти-GFR, думая, что мутации нет, а на самом-то деле мутация есть, назначение этих препаратов ускоряет опухолевый рост. Это ядрогенное ускорение опухолевого роста. Помимо полного анализа гена КРАС-НРАС, мы также делаем все другие необходимые анализы в рамках единого теста. Микросателитная нестабильность, БИРАФ-ХЕР-2. Обратите внимание, вполне приемлемое время выполнения этого полного теста. Это 8, максимум 12 дней. То же самое характерное для опухоли легкого. Тем, кто стали с нами работать, они знают, насколько сейчас стали заметны лучше сроки выполнения анализов при столь полном спектре анализов. Особенности нашего референд-центра. Мы работаем в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. В частности, если нам учреждение, особенно в рамках ОМС, направило анализ, результат получит только учреждение. Мы не передаем ни в каком виде, ни в деперсонализированном, ни в статистическом, никакие результаты, никаким заинтересованным лицам. В частности, эти результаты не попадают представителям фирм, которые являются разработчиками таргетных лекарственных препаратов. Только учреждение получает результат назад. Мы не имеем никаких незаконных отношений с врачами, которые нам направляют материал для анализа. Единственная мотивация для врача направить к нам материал для анализа, это высокое качество его выполнения и польза для пациента. Никаких других систем вознаграждения в работе нашего референс-центра не предусмотрено. Мы считаем, что это очень важный этический компонент. Обратите внимание, по сервису мы ничем не уступаем частным компаниям. У нас собственная курьерская доставка и возврат материала. У нас работает горячая линия. У нас есть бесплатные телефоны 8800. Мы быстро и конструктивно отвечаем на запросы по электронной почте. Это включительный слайд. Уже была моя контактная информация. Посмотрите в сотовый телефон. Есть электронная почта. Не стесняйтесь звонить и писать. Коллеги знают, что я стараюсь максимально позитивно и конструктивно реагировать на все запросы. Надо понимать, что вся наша диагностика для пациентов бесплатна. Мы большую часть тестов можем делать в рамках ОМС. Если по каким-то причинам вам затруднительно пользоваться услугами ОМС, у нас есть бесплатные программы практически для всех позиций по молекулярной диагностике. Ну и самое главное, я никоим образом не хотел бы, чтобы нас воспринимали только как диагностический центр. Наша самая главная отличительная особенность – это искренний интерес к исследованиям. И поэтому я всячески приглашаю всех вас к научному сотрудничеству. Большое спасибо за внимание.